Клифф, очень приятно вас видеть в Пензе, в России, и, наверное, вы благодарны своей матушке, что стали заниматься вокалом, в первую очередь, на его, да? It's very nice to see you here in PENZE and in Russia, and you must be very welcome to your mother, who made you a singer. Yes, that is very true. I'm very grateful to be here, and thank you so much to PENZE for having me here. Да, это правда, и я очень рад быть здесь, и спасибо Пензе за такое теплое гостеприимство. А как матушка как раз воспринял вокальные данные своего сына, и как он стал именно заниматься вокалом? О Сибири, да. Could you tell us about yourself, about how you become a singer, about the role of your mother, the role she played in your career? Well, I started singing based on my mom in the church. My mother is a singer herself, so she kind of forced me to do it. I didn't want to, I was very shy about it, but she heard me singing in the house, and she says, you have to sing in church. And therefore, from then on, I never stopped, because she made me do it, and I'm glad she did. Моя мама сама поет, и она заставила меня спеть в церкви, и так я и начал этим заниматься. На самом деле, я был мальчиком очень скромным, и не хотел этим заниматься, но мама меня заставила, и слава богу, что так и произошло. А что было дальше после школы уже? То есть выбор был только музыкальный ковидж или музыкальный вуз какой-то? Что случилось после школы? Ты пошел в музыкальный колледж или музыкальный университет? Да, я пошел в студии, first I started to study music at Morehouse College in Atlanta, Georgia, and then after that I started studying music, I started studying music at Morehouse, but then I decided to go over to theater there, and then after that, about six years after that, I decided to go to Berkeley College of Music in Boston to study music full-time. То есть сначала я пошел в Morehouse College в Атланте, в Джорджии, а затем я стал заниматься театром, и после этого я уже пошел в музыкальный институт Беркли. А почему именно джаз был выбран? Why jazz? Why jazz? Because it makes me feel free. I feel free. I feel open. Я выбрал джаз, потому что он заставляет меня чувствовать себя свободно. What about this evening? Which songs did you choose? Why did you choose them? Well, this evening I'll be doing more soul music, more so than jazz. I'll do a few jazz tunes, but mainly more soul music. So, some of the tunes will be through by Stevie Wonder, like I Just Called to Say I Love You, Rock With You by Michael Jackson, I Feel Good by James Brown, just numerous songs. So... So... Сегодня вечером я буду петь soul, больше чем джаз. В моем репертуаре такие песни, как I Just Want to Say I Love You, Stevie Wonder, также есть некоторые произведения Майкла Джексона и I Feel Good, всеми любимые. Спросите русскую музыку, кого он знает, может быть, какие классические произведения, кого он ценит, чем композиторов, или музыканты. Do you know any composers or musicians that come from Russia? If I said it would probably be from Russia, it would probably be German, so I don't want to say the wrong thing. So I don't want to say... so I would say right now, no, but I will learn them. Он, скорее всего, сделает какую-то ошибку, если он назовет какое-либо имя русского композитора. Но он хочет сказать, что он выучит и узнает больше о русской музыке, о русских исполнителях. А какие вот джазово известные исполнители повлияли на выборы репертуара и кого он благотворит? Своими учителями являются по записям, по истории джаза. Какие джазные исполнители повлияли на вашу карьеру и на сегодняшний джаза? И кто вы считаете, как его музыканты? Да, я люблю Bobby McFerrin, это одна из моих абсолютно любимых. Sarah Vaughn, Billie Holiday и Ella Fitzgerald это одна из моих абсолютно любимых джазов, которые действительно привлекли меня к тому, где я сейчас. Среди моих идолов можно назвать Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn и Billie Holiday. Их творчество сформировало мою карьеру. Его впечатление о нашей стране не опасно было приезжать. Какая впечатляет ваша страна? Было опасно, чтобы приехать? Нет, абсолютно не так. Это было очень хорошо, люди были так милыми к мне. Моя мама была боя, потому что я уехала страна. Но для меня это было очень красиво, очень теплое, очень теплое, очень любое, что иногда ты не можешь уйти в доме. Поэтому это хорошо, чтобы найти это здесь. Спасибо большое. Спасибо. Все были очень дружелюбными, и моя мама не хотела меня отпускать, в принципе, за границу. Но на самом деле, когда я приехал, я испытала столько доброты, сколько я даже не видел и у себя на родине. Какие другие интересы, except for music, sports? Готовка. Cooking, food. Готовка. Как вы делаете таз, таз, и таз, и таз? У меня есть хорошие глаза. Я люблю fashion, но я люблю простую. Я люблю очень, очень солидные цветы, но потом, что-то сплошное. Это достаточно для меня. Я не люблю делать много скучных вещей. Я думаю, что я скучный на сцене, поэтому это достаточно. Мне очень нравится Мондо, я очень интересуюсь, но я предпочитаю выбирать однотонные цвета для костюма и потом разбавлять их какими-то веселыми аксессуарами. Я не особо, я не очень, как сказать, сумасшедший в выборе своей одежды, но я немножко сумасшедший на сцене. Клифф, сегодня вы работаете с пенингскими музыкантами. Ваши впечатления? Сегодня вы работаете с музыкантами из Пенза? Да. Какие впечатления? Великолепно. Великолепно. Это просто... Это просто... Я очень, очень рада. Музыканты просто великолепные, и я даже такого не ожидал. Я приехал из Ростова, и в следующем я еду в Уфу. Вы не видим пять минут на крайне долгих аксессуар Т.